Обращаясь к лауреатам государственных наград, Александр Худилайнин отметил, в Карелии за последние годы проделана огромная работа по продвижению имиджа региона на общероссийском уровне. И во многом благодаря профессионализму и труду тех, кто собрался в зале благородного собрания. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Я понимаю, что этот зал не может вместить всех достойных людей, кто сегодня действительно заслуживает поощрения Республики Карелия, кто сегодня заслуживает поощрения Российской Федерации. Но я уверен, что в этом зале с каждым разом будет больше и больше награждаемых. Распоряжением президента Российской Федерации почетными грамотами президента страны в этом году награждены Эрнест Ивантер, декан эколого-биологического факультета Петрозаводского университета. И артист театра драмы Александр Лисицын. Награды получают всегда приятные, а служба, она есть служба. Но хотелось бы не служить, а творчеству. Служба, она служба. Не работать, творить. Указом главы Карелии награды вручены заслуженным деятелям науки, медицины, культуры. В этом году звание заслуженного журналиста присвоено руководителю Центра социальных и политических исследований Карелии Анатолию Цыганкову. Я благодарю всех, кто содействовал в получении данной награды. Хочу сказать, что журналистика, вообще социальное служение обществу, работа публичная. Поэтому, безусловно, сколько мнений, столько и оценок о журналистах и редакциях. Совершенно все разные редакции, у всех своя политика. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Самое главное, чтобы мы были объективны. Вручены и почетные грамоты работникам различных сфер. Александр Худиланин отметил, что сегодня бизнес республики заслуживает особой похвалы. Среди заслуживающих высокую оценку – Соломинский лесозавод. Наше предприятие вошло в федеральную целевую программу развития республики Карелия до 2020 года. Своей стороны мы по этому приоритету, инвестиционному проекту, обязуемся привлечь инвестиции, которые уже начали привлекаться, 530 миллионов рублей. Это в рамках этой программы. В этом году особую благодарность заслужили все поисковики. За активное участие в проведении мероприятий, связанных с общенародным праздником, 70-летием победы в Великой Отечественной войне, руководителям поисковых отрядов вручены благодарственные письма. Руководители администрации президента России Сергея Иванова.